Спасибо, что в субботний вечер вместо похода в бар или в курсе выбрали пойти в мой интересный семинар по Optical Charity Recognition. Сегодня у нас будет три спикера, двое представляют нашу лабораторию. Один компанию и лабораторию одновременного лаборатория, а также Московский физико-технический институт, компания АБИ, и ее руководитель Алексей, вот, приветствуем Алексея. Он вам часто расскажет про то, чем занимается лаборатория и компания АБИ в сфере Optical Charity Recognition. Да, спасибо. Прогрессивный кликер. Ну, да, как говорится, вечер субботы, все еще впереди, в бар еще можно успеть сходить. Ну, значит, да, меня зовут Алексей Журавлев, спасибо, что представили. Значит, я в АБИ руковожу группой Computer Vision Research, и с недавнего времени, да, также заведую лабораторией АБИ Lab в МФТИ. Это лаборатория, которая вот только-только открылась, там еще кроме заведующего и заместителя никого нет, вот. Но мы, как говорится, в процессе набора сотрудников сейчас. Значит, ну, так как наверняка немногие, ну, не все точно знают, что такое АБИ, я отдам некоторую вводную. Значит, АБИ — это международная компания, которая основана была в России 30 лет назад, в 89-м году. Сегодня она, как бы, очень глобальная, международная, у нас офисы в 13 странах мира, сотрудников больше тысячи. И, как бы, то, что о нас, возможно, не так часто слышат, связано с тем, что мы сейчас очень много ориентируемся, в том числе, на корпоративный сектор, то есть на работы с корпорациями, с компаниями, и занимаемся там различными задачами, связанными с извлечением информации, извлечением полезных знаний из различных неструктурированных данных. Вот. Ну, в общем-то, если так в целом обозначить по направлениям, то то, чем мы занимаемся, это превращением любого вида, там, неструктурированной информации у бизнеса в какие-то полезные структурированные знания, то, что называется с высоких сцен Content IQ, то есть при этом привлекая различную экспертизу компаний за многие годы. То есть это, в первую очередь, Computer Vision и OCR внутри Computer Vision для того, чтобы там извлекать некоторые данные из документов. Это НЛП, чтобы поверх этих извлеченных знаний, возможно, еще более высокую семантику получать. И в последнее время мы открываем там еще даже новое направление, процесс интеллигенс, то есть извлечения полезных знаний из информации компании, которые представлены в виде временных рядов. Вот это то, чем мы занимаемся, наша некоторая технологическая составляющая. То, о чем я буду рассказывать сегодня, как бы базово делится на три части мой доклад. Эти части не очень сильно друг с другом связаны, но вот примерно так. В первую очередь, я нам некоторую вводную относительно того, что такое документный OCR, с перспектив того, как мы смотрим на это в компании. И несколько расскажу о том, как в последнее время мы пытаемся применять нейронные сети в этом документном OCR, какие там есть хорошие практики и какие есть сложности. Да, а две вторые части — это про методы поиска текста на реальных сценах и об определении пригодности к OCR. Это две публикации, которые мы презентовали от компании Абби на Игдар месяц назад буквально. Игдар — это вот некоторая крупная конференция по анализу документов. И вот на самом деле решили, что, в принципе, эти две публикации, они неплохо подходят под специфику сегодняшнего семинара, поэтому, ну, посмотрим. Ну, OCR документов. Значит, о чем идет речь? В первую очередь, если мы говорим о документном OCR в наиболее общей постановке, мы говорим о том, что на вход у нас поступают некоторые изображения, некоторая картинка, на выходе мы хотим получить такой же документ обычно, только в цифровом формате. То есть мы хотим, если на документе там были какие-то текстовые блоки, мы хотим, чтобы они все были распознаны. Если при этом документ сверстан из двух колонок, мы хотим эту верстку, например, сохранить в вордовом документе. Если в документе была таблица, мы хотим, чтобы эта таблица также была в результате, в виде таблицы, там были правильно расставлены строки, столбцы и прочие сущности. И, ну, зачем это нужно? Нужно это для того, чтобы, ну, во-первых, с цифровым документом, понятное дело, проще работать, как минимум он в весе чаще всего меньше, и по нему можно там искать. И более того, на вот таком оцифрованном документе на нем можно пытаться решать какие-то высокоуровневые задачи. Там можно, например, через NLP прогнать какой-то ваш распознанный текст, или если вы работаете с какими-то структурированными документами, типа чеков там или инвойсов, то вы можете там для вашего целевого сценария и извлекать ту информацию, которая нужна именно вам. Да, то есть, например, какой-то amount of money в чеке хотите посчитать. Ну, соответственно, с точки зрения процесса, вот есть, понятное дело, некоторый pipeline. Именно в документном OCR, как мы привыкли в компании на это смотреть, обычно вот основные стадии вот такие, что на вход всегда у нас приходит изображение или последовательность изображений, потому что документ зачастую состоит из нескольких страниц. Понятно, на любом изображении сначала нужно провести первичный анализ структуры, то есть, вот, понять, где там таблицы, где там текстовые блоки, где там картинки и так далее. Для всех сущностей, которые мы поняли, что это текстовые блоки, дальше запускается уже модуль распознавания. Модуль текстового распознавания, который, соответственно, превращает это уже в последовательность символов, и после этого уже происходит то, что называется синтезом итогового документа. Это некоторый модуль, как бы, по сути, который берет информацию от модуля распознавания, информацию от анализа документов и пытается из этого уже составить полный документ. То есть, некоторая часть документного анализа, которая может опираться на распознанный текст, она на самом деле уже реализована в синтезе. Там могут решаться, например, такие задачи, как определение, какие там части документов отвечают за номера страниц, какие части отвечают за сноски, за колонн-титулы, где заголовки, какое шрифтовое форматирование подобрать в вашем документе и так далее. Вот, обычно это то, что задачи, которые сложно решить на этапе просто первичной анализа, когда у вас есть только картинка, когда у вас есть еще и текст, эти задачи обычно решаются проще. Вот, при этом, как бы, отдельно я хотел отметить то, что вот существенно вот этот pipeline и постановка задачи документного CR, она отличается от задачи распознавания текста в общем сценарии. То есть, есть вот достаточно популярная научная задача распознавания там тексту CR in the wild, который обычно вот построен по pipeline из двух стадий. Чаще всего это стадия поиска каких-то текстовых фрагментов и распознавания этих текстовых фрагментов. При этом речь идет не о документе, а там о тексте где угодно, там на вывесках и где-нибудь еще. И здесь, с одной стороны, задача сильно сложнее из-за того, что сам текст этот устроен совсем по-другому, там принципиально по-другому с другой. С другой стороны, очень много вот этих частей, которые вам нужно сделать в документном CR здесь не нужно проделывать. То есть, вам не нужно, вы здесь не делаете никакое детектирование таблиц и так далее. Вы можете при этом такой же pipeline пытаться применять для документного CR, но понятное дело, что тогда результат может не совсем вас удовлетворять, потому что, естественно, вы не будете понимать ничего о вертске документа, ничего не будете понимать о таблицах, которые у вас там есть и так далее. Вот, ну, собственно, если мы говорим о задаче распознавания просто текста, а я вот сейчас в срезе применения нейронных сетей бы хотел сконцентрироваться именно на этой задаче, значит, речь идет о чем? Значит, у нас на вход приходит какой-то текстовый блок, информация о языке, на котором написан этот блок, и на выходе мы получаем последовательность, что называется, распознанных символов. Да, ну и на эту задачу ее тоже, как бы по ней тоже можно построить некоторый свой pipeline, как ее можно решать, да? То есть, понятное дело, первое, что вам нужно, это выделить просто строки в документе, при этом вот здесь можно пользоваться тем, что документ сильно проще, чем реальная сцена, и выделение строк, на самом деле, это не такая уж сложная задача в документе. Чаще всего можно сделать то, что называют, ну, после некоторого выпрямления текстового блока, в предположении, что ориентация у вас правильная, вы на самом деле можете просто бинаризовать ваш документ, после, ну, то есть, очистить полностью фон от текста, и после этого взять, построить то, что называется вертикальная проекция, то есть, посмотреть, сколько у вас пикселей в каждой точке, и, ну, скажем так, просто найти белые просветы в этих проекциях, и на самом деле все, что находится между этими белыми просветами, это строчки, да? Ну, здесь, понятно, могут быть свои особенности, это может там как-то не всегда хорошо работать для некоторых языков, но в целом, если там рассматривать наиболее частые языки, там, английский, русский, это вот подход, который работает почти всегда. А вот дальше, как бы, следующий шаг, это, как бы, хочется дальше строчка длинная, хочется ее разбить на какие-то более мелкие сущности, значит, самое простое, что можно делать, это делать по аналогии сюда, то есть, мы теперь строим просто не вертикальную проекцию, строим горизонтальные проекции, смотрим на просветы, которые у нас получаются, и просветы можно разделить, грубо говоря, на два класса, то есть, просветы бывают широкие, бывают узкие, да? Ну, и, как бы, гипотеза то, что широкие просветы у нас разделяют, как бы, разделяют отдельные слова, узкие просветы разделяют отдельные символы. Ну, и, по большому счету, после этого, казалось бы, вот в таком идеальном сценарии мы просто запускаем распознавание каждого отдельного символа и, вот, получаем результат. Но, к сожалению, такой подход не всегда работает, потому что он будет работать, если у вас, как бы, идеальный сценарий, идеально напечатанный документ, который очень хорошо отсканирован, но как бы реальность бывает куда более жестокой, и часто приходится работать там вот со словами такими, как изображены справа, и там уже нельзя разбить просто слово на символы, просто опираясь на какие-то просветы, там просветов просто нет из-за того, что у вас есть какие-то артефакты бинаризации, они возникли из-за того, что у вас просто документ не очень хорошего качества, он мог быть, например, не отсканирован, а сфотографирован на телефон, при этом, где фотографирование на телефон, там и дрожащие руки, ну и так далее. Ну и, в общем-то, традиционные подходы, которые в компании Абби использовались вот в таких сложных случаях, они опирались на то, что называется word over segmentation, то есть строилась некоторая специальная структура, которая называется граф линейного деления, который, грубо говоря, делает следующую вещь, он просто выдвигает набор гипотез, где могут быть границы различных символов, и на основе этого можно строить гипотезы, где у вас отдельные символы. Вот строится некоторый такой граф, по сути, после этого вам нужно для каждого ребра этого графа произвести символьное распознавание, и в итоговом графе найти какой-то наиболее хороший путь, опираясь на результаты распознавания отдельных символов, опираясь, например, на какую-то контекстную информацию о том, лежит ли ваше слово в словаре. Вот, но при этом как бы мир развивается, и у нас, да, приходят новые методы, на самом деле этот метод даже не то чтобы суперновый, он там, ну, о чем идет речь? End-to-end подход к словному OCR, как бы стал он популярен, на самом деле, вот более-менее два года назад, но статьи начинали писать еще и года четыре назад. Ну, вот два года назад на Игдаре он был полностью заполнен вот этим подходом к словному OCR. Речь о том, что мы говорим, что мы не хотим разбивать наш pipeline на вот эти две задачи, не хотим отдельно сегментировать на символы и отдельно их распознавать и решить как бы задачу целиком. То есть на вход мы получаем изображение слова, пропускаем это через специальную нейронную сеть, которая на выходе возвращает уже последовательность символов. Значит, в чем плюс такого подхода? Он никак не зависит от письменности, да, то есть вам не нужно никакого предположения о том, что там символы разделены там по каким-то белым просветам или еще что-нибудь. У этого подхода высокое качество, его при этом, при этом для того, чтобы его учить, зачастую даже не нужно большое количество реальных данных. То есть там первую версию модели можно учить чисто на синтетике. Почему? Потому что чаще всего вы можете сделать то, что называется шрифтовая растеризация, то есть получить по тексту просто слово, то, как это делает операционная система, и потом применить просто определенные деградации к результату. И у вас как бы обучающие данные в неограниченном количестве. Но минус очевидный такого подхода — это скорость работы. Почему? Потому что, ну, запуск нейронной сети, особенно если вы работаете на несупермощном процессоре, если вы не можете, например, поставлять ваш продукт на машины, где предоставлено облингопул. Если на CPU вам тоже нужно работать, то эти сети могут работать не супербыстро, и если их сравнивать вот с тем самым идеальным сценарием, когда вы можете все просто посегментировать по просветам и распознать, то сети будут работать существенно медленнее, но при этом с тем же качеством. И то и другое будет давать 100%. И вот в этом сценарии хочется как бы экономить по времени. И в этом основная причина, почему не так просто. То есть можно было бы просто сказать, что вот отлично у нас есть подход, мы можем просто применять вот всегда его. Но так не получается сделать вот из-за определенных проблем просто с быстродействием. Мы хотим продолжать так же быстро работать на достаточно простых документах. И то, что можно здесь на самом деле делать, и то, как мы это делаем, на самом деле это по сути использование того, что называется последовательность механизмов распознавания слов. То есть можно построить некоторый каскад моделей, грубо говоря, от самых быстрых и грубых до самых медленных и точных. То есть на самом деле классически в Абби использовался всегда этот подход. Так или иначе, даже тогда, когда были только GLD, понятное дело, что в этой структуре вы можете выбирать, сколько вам перебирать там разных путей, да? Ну вот в такой концепции вы можете просто концепцию очень тяжелого GLD, где вы рассматриваете огромное количество вариантов, как можно просегментировать слово, замените просто N2N2CR, если вот в этой точке он уже работает лучше и быстрее. И этот подход, он как бы показывает себя наиболее практичным с точки зрения применения, то есть с точки зрения роста итогового качества при условии, что не супер мы замедляемся вот на различных данных, которые до этого могли бы распознаваться быстро. Но при этом здесь отдельный вопрос, кто будет отвечать за логику того, как и где выбирать, какую модель запускать, то есть, грубо говоря, какую модель запустить и где остановиться. Это как бы отдельный интересный вопрос. И вот по сути этим занимается как бы некоторый механизм перебора гипотез. Он классически у нас построен как бы на эвристиках, но при этом чисто с точки зрения постановки задачи, это вообще отличный пример того, как можно использовать обучение с подкреплением. То есть у вас есть некоторый агент, который принимает решение, что что-то нужно запустить или принимает решение, что где-то нужно остановиться. То есть если некоторый дискретный набор действий, и у вас есть там при этом конкретный реворд, который вы получаете в конце, это там, например, расстояние до грунт труса итогового распознанного слова. То есть это то, в какую сторону мы пытаемся перемещать этот механизм. То есть у нас сейчас активно идут исследования вот в этом направлении, именно в использовании ИРЛ для этой задачи. Ну и отдельно хочется сказать пару слов про сложные письменности. То есть есть письменности, они как бы не ограничиваются только английским, русским, ну и, грубо говоря, европейскими простыми письменностями. Есть, например, арабский. Вот арабская печатная письменность, ее особенность состоит в том, что там, в принципе, принципиально нету белых просветов между отдельными символами. То есть там есть то, что называется арабская вязь, которая просто соединяет все символы внутри одного слова. И, в общем, для этих письменностей, в принципе, подходы какие-то эвристические, которые основаны на графах линейного деления, они, в принципе, работают по определению медленно и плохо. Поэтому вот для подобных письменностей мы просто применяем N2N2CR как механизм по умолчанию. И вот недавно мы начали поддерживать там в том числе новые письменности из того же сложного класса, например, бенгальская письменность, которая справа изображена. Мы даже не стали думать в сторону там адаптации классических методов, сразу стали применять N2N2CR, потому что, ну, это, очевидно, наиболее простой способ, который лучше и проще всего заработает в текущих реалиях и текущем стеке технологий, которые есть. Вот. Ну, и некоторые, да, слайд с архитектурой, которая применяется для, у нас для арабского в продакшене, для N2N2CR. Ну, на самом деле, все эти сети, которые делают N2N2CR, они все устроены примерно одинаково. То есть, если, если вкратце, то они всегда состоят из двух блоков. Это сверточный блок и рекуррентный блок, да. Сверточный блок извлекает из изображения какую-то последовательность визуальных признаков, а рекуррентный блок — это последовательность визуальных признаков превращает уже в предсказание самих символов, распределение на самом пространстве символов. Это все иногда еще нужно выровнять, потому что вот размер предсказания, которые вы получаете, может не совпадать с тем, что вы хотите получить, но для этого существуют специальные подходы, там, в OCR, которые, ну, самые классические — это CTC-функция выравнивания. Да, не буду сейчас подробно на этом останавливаться, но вот примерно так. То есть это просто классическая модель. Вот, ну и, как бы, продавляя итоги первого пункта моего рассказа, значит, нейронные сети, их в OCR применять можно, более того, наука диктует то, что их применять нужно, но при этом нужно применять их разумно. То есть нейронные сети, они, общий вывод, который мы делаем, как бы в процессе интеграции последние годы, то, что нейронные сети для сложных задач. В сложных задачах они справляются лучше всего, в простых задачах иногда нужно подумать. И иногда стоит подумать, например, в сторону применения некоторого каскада моделей от простых к сложным. Да, и, понятное дело, сюда же вписывается то, что так как распознавание, словное распознавание арабского — это сложная задача, то ее просто решать нейронной сетью — это логичный шаг. Следующее, о чем я расскажу, это наша статья по поиску текста на реальных сценах. Автор Филоненко Александр, в общем-то, основной, и представлена была на воркшопе Игдара в этом году. Значит, о чем речь? Мы говорим здесь о распознавании, о поиске, не о распознавании, именно о поиске текста на реальных сценах, причем в сценарии, который предполагает real-time, и при этом hardware constraint. То есть о чем речь? Вы работаете со своим мобильным телефоном, хотите делать распознавание текста на этом телефоне в реал-тайме, и при этом хотите, чтобы ваша модель работала на этом же телефоне. То есть у вас достаточно слабенький процессор, сам по себе телефон там не очень большие модели в себя может вобрать, и при этом хочется, чтобы модель при этом поддерживала быстродействие, которое позволяет, ну, примерно в реал-тайме распознавать, там, где-нибудь 20 кадров в секунду обрабатывать вполне спокойно. При этом, если вы откроете, как бы, текущие state-of-the-art статьи по методам поиска текста, то на самом деле вы столкнетесь с тем, что большая часть статей, которые вы так вот на бум возьмете, они будут очень медленными и очень затратными по памяти. То есть есть там, например, подходы, там, различные, и seglink, и ast, и они очень часто, там, просто файл с моделью скачиваешь, он весит там от 200 до 500 мегабайт, может, спокойно. Да, и вот это тот объем, который вряд ли вы можете так просто запихнуть в ваше мобильное приложение, вот, поэтому вам нужны какие-то другие новые, какие-то другие компактные методы. Да, вот в этой статье за основу, за основу, в общем-то, за основу идеи и в качестве головы, в качестве, собственно, метода, мы использовали подход seglink, в общем-то, подход, который был предложен на CVPR в семнадцатом году. Ну, для тех, кто не знаком, я кратко дам обзор, в чем основная идея. Как бы детекция текста, это, в чем ее сложность? Текстовые объекты, есть одна первая проблема состоит в том, что текстовые объекты, они вытянуты, при этом вы заранее не знаете соотношение высоты к ширине. Вот, поэтому, как бы, подход говорит, мы будем детектировать не, как бы, не целиком весь текстовый бокс, а мы будем детектировать то, что называется сегменты. Сегменты — это некоторые квадратные участки вашего изображения. То есть вы бьем вот все на какие-то такие блоки и делаем, грубо говоря, вот классификацию на уровне вот таких отдельных сегментов. И те сегменты, которые лежат при этом внутри одного бокса, внутри одного бокса со словом, мы соединяем линками. И наши, ну, то есть говорим, что вот они в одном слове, значит, есть некоторые, грубо говоря, ребрографы. И, собственно, сеть предсказывает эти сегменты и линки, поэтому она так и называется seglinks. И вторая проблема, как бы, которую решает этот подход, это разный размер текста. То есть, с одной стороны, вы не знаете соотношение, с другой стороны, даже если вы как-то сегментами ее решаете, у вас текст все равно может быть на одном и том же изображении и то большим, то маленьким. Вы все инстансы хотите детектировать. Собственно, seglink эту проблему решает следующим образом. Он говорит, что мы будем детектировать не сегменты не только на одном масштабе, то есть это будут не только блоки 64 на 64, это могут быть еще и более маленькие блоки, например, 32 на 32. То есть можно, например, рассмотреть карту масштабов, там, вложенных, грубо говоря, 5 разных масштабов, и, в общем-то, предсказывать сегменты на разных масштабах. И дополнительно тогда у нас добавляются линки не только между сегментами одного масштаба, они также добавляются между соседними масштабами. Ну и основная, основной контрибьюшн статьи, на самом деле, состоит в том, что, как бы, оригинальный seglink, он в качестве бэкбона использует VGG-16. VGG-16 — это достаточно тяжелый бэкбон, он, как бы, примерно 23 миллиона параметров. И при этом, как бы, вот, статья CVPR 2018 года, она намекает на то, что, во всяком случае, в задаче классификации с помощью некоторых эффективных блоков MobileNetv2 можно спокойно достигать показателей качества очень близким к VGG-сети, да, при этом затрачивая сильно меньше параметров, меньше вычислительных ресурсов и имея возможность портировать это все на мобильные устройства. Ну и, в общем-то, сеть итоговая, она как раз состоит, в первую очередь, из этих блоков, то есть вот все, все синие блоки, которые здесь изображены, это как раз MobileNetv2 блоки, и, по сути, после некоторых из блоков идут уже выходы. Это вот те самые структурированные выходы на сегменты и линки, которые, которые нужны, на которых уже считаются итоговые функции потери и так далее. То есть, по сути, мы рассматриваем пять различных масштабов, и на самый первый масштаб, на масштаб 8 на 8, у нас дополнительные два MobileNet блока. Они нужны, поскольку, если их не добавлять, то предсказания на этом масштабе достаточно с низким качеством производятся. Это, скорее всего, связано с тем, что не хватает просто, ну, количество сверток и сложности самой модели, грубо говоря, числа нелинейности до того момента, пока мы не доходим вот конкретно до выхода, до выхода на этом масштабе. Ну, и, соответственно, в каждом таком выходе у нас находится, вот в каждой точке выхода находится 31 канал. Соответственно, это каналы, которые предсказывают все вещи, которые нужны для сеглинка. Это наличие текста в сегменте, все связи, то есть линки с соседним масштабом, линки с другими масштабами и какие-то преобразования геометрические, да, то есть как этот сегмент еще, возможно, нужно сдвинуть и повернуть для того, чтобы реально получить то, что соответствует изображению реально на реальной фотографии. При этом в качестве масштабирования мы, как бы, модель также масштабировали параметром альфа. Речь идет именно о масштабировании с точки зрения количества каналов, то есть вот здесь представлено, сколько каналов рассматривается внутри каждого блока. Вот это количество каналов можно умножить на какой-то коэффициент. То, что здесь изображено, это с параметром 1,0, но можно, например, рассмотреть с альфа равно 0,2, будет число каналов в два раза больше. Ну, соответственно, от этого будет зависеть количество параметров в сети. Вот, понятное дело при этом, что выход подобной сети нужно постобрабатывать, поскольку на выходе у нас сегменты и линки, а не б-боксы, но это можно легко обойти, то есть можно просто сказать, что мы смотрим на это все как граф, запускаем некоторые DFS для того, чтобы найти компоненты связности в этом графе, и после этого строим б-боксы вокруг результата. И вот это, по сути, некоторая постобработка, которая требуется. Вот, то, на чем мы замерялись, значит, в качестве датасетов. Датасет для притрейнинга достаточно стандартный. Syntext in the Wild — это синтетический датасет из фрагментов текстовых на реальных сценах. Он получен как бы просто рендерингом с использованием карты глубин. И в качестве эволуэйшена мы использовали датасет Игдар-13. Соответственно, модель мы доучивали на обучающей части датасета и после этого замерялись на тестовые части. Вот, при обучении, до обучения на игр 2013 мы использовали там, понятное дело, различные техники аугментации, геометрические и цветовые, потому что количество примеров достаточно низкое. Вот, с точки зрения результатов, которые получились, значит, ну, первое, на что стоит обратить внимание, это то, что вот это результат оригинального Сиглинг, а это вот результаты фасттекста, которые, по сути, работают с уменьшенным бэкбоном. И вот по F1 мере даже с альфа 0.75 получается, что Сиглинг работает лучше. То есть получается, что бэкбон на основе G16, он, в принципе, не нужен для этой сети. То есть он просто избыточен, и использование более легкого бэкбона, скорее всего, позволяет избежать различных проблем, связанных с переобучением и получить лучшую обобщающую способность у сети. Другое, на что можно обратить внимание, то, что на самом деле при альфа равном 0.2 можно получить результат, который на самом деле сото среди всех вот этих, если не учитывать подходы, на которых написано MS, а MS это значит multiscale подход, это значит, что сеть запускалась не только на одном масштабе, а использовала изображение в разных масштабах и вот как бы выбирала, ну, итоговый результат строила на основе нескольких запусков. У нас как бы сеть работает принципиально на одном масштабе, потому что у нее цель работать в реал-тайме, потреблять поменьше ресурсов и так далее. Вот, при этом с точки зрения сравнения по скорости и качеству здесь понятно. На все, если там смотреть сети EAST, SegLink, их размер, даже с параметром альфа 0.2 число, размер модели в два раза меньше, если брать альфа 0.75, то размер модели совсем компактный, это вот альфа 0.75 это примерно то, что вы можете уже запихнуть спокойно в мобильное устройство. 6 мегабайт это для современных телефонов нормально. Ну и с точки зрения быстродействия, быстродействие, да, это на ГПУ рабочей станции, на самом деле, но мы на самом деле портировали сети, которые чуть-чуть, для того, чтобы портировать эти подобные сети на мобильные устройства, чтобы поддерживать реал-тайм, там нужно еще побольше, чуть-чуть уменьшить параметры альфа, но для сравнения, для сравнения с другими методами, естественно, делали замеры на ГПУ рабочей станции, да, потому что у всех такие замеры. Да, ну, видно, что быстродействие тоже выше у модели FastText. Собственно, выводы, да, по сути, основная идея, которую эта статья хочет вложить, это то, что не смотреть в сторону более легких бэкбонов для задачи поиска текста на реальных сценах, потому что даже если смотреть самые последние статьи, люди очень часто используют тяжелые бэкбоны. Два самых популярных на сегодняшний день это ResNet 50 и WGG 16. И, а почему не посмотреть в сторону более легких? Может быть, они будут работать лучше, да, как показывают, например, наши результаты. При этом сеть как бы с небольшими количественными параметрами, если делать некоторую оценку визуальную результатов, она на самом деле лучше всего, конечно, работает для хорошего текста, который относительно центрирован и не сильно заслонен, вот, но на самом деле большое количество сценариев, оно и не требует вот такие сложные ситуации различать. Да, и на самом деле на нашей внутренней выборке для поиска текста результаты были таковы, что на самом деле лучше всего себя показал вообще другая модель на основе фаст текста, просто с еще меньшим параметром альфа, который вообще состоит примерно из 800 тысяч параметров, но просто потому что там выборка еще проще, чем вот те выборки, которые представляются открытые. Ну, соответственно, здесь нужно, опять же, делать выводы, исходя из ваших целей, исходя из того, на каком датасете вы хотите, чтобы ваша модель работала, да. В будущем, да, в будущем можно, конечно, это все еще облегчать, да, потому что на MobileNet V2 мир не сошел, сейчас вышел еще MobileNet V3, и, ну, на самом деле можно много чего пробовать. Можно пробовать идти в сторону AutoML и автоматического подбора эффективных архитектур для этого поиска текста. Вот, и последнее, о чем я сегодня расскажу, это, в общем-то, о задаче определения пригодности к OCR в срезе детекции бликов на изображении, да. Зачем вообще этим заниматься, да, вообще зачем определять пригодность OCR? По сути, сценария два основных. Значит, первый — это клауд-бейс-системы, когда вы, у вас OCR крутится не на вашем устройстве, это все-таки где-то на облаке, и предполагается пересылка, пересылка на сервер вашего изображения, да. И здесь вы что можете сделать? Вы можете, в случае, если вы получили какое-то изображение, которое вы точно вот знаете, что не распознается, предупредить, хотя бы к минимуму предупредить об этом пользователю, что, может, ты перефотографируешь, а не будешь прямо сейчас это отсылать, да, и тем самым сохранить как время на пересылку, так и время на распознавание на сервере. С другой стороны, есть там другой более практичный сценарий, это сценарий Real-Time Recognition, это то, что называется распознавание текста на каком-то документе из видеопотока, причем это вот в видеопотоке находится всегда один и тот же текст, и вы хотите получить вот какой-то общий целостный результат по серии кадров, да. Чем при этом хочется пользоваться? Хочется пользоваться тем, что в зависимости от кадра у вас одни участки текста видны лучше на одном кадре, другие участки текста на другом кадре видны лучше, поэтому если вы можете оценивать, где у вас документ более пригоден к OCR, где нет, и как бы как-то уметь локализировать эту информацию, то, в принципе, это может вам помочь для того, чтобы делать вот эту склейку результатов и получать более хороший итоговый результат распознавания. Собственно, детекция бликов — это как бы первый шаг в решении такой задачи, по сути. Почему? Потому что блик — это чаще всего такой объект, который, если он пересекается с текстом, то вы его там не распознаете. Да, ну, просто никакие методы, скорее всего, потому что там чаще всего просто полная потеря информации идет, и никакие методы не позволят текст вытащить из того места, где его просто нет. Да, и в данной работе сравнивались несколько подходов. Значит, первый подход — это сеть на признаках. Значит, речь идет о том, что блоги… ну, некоторое предположение о том, что распределение бликов в реальности, оно имеет некоторый характерный пик, и обычно блики там не… особенно если вы делаете фотографию в 4К, они обычно не имеют супермаленький размер, и вряд ли они будут сильно меньше, чем 64 на 64. Поэтому все изображения мы делим на подобные блоки, в каждом блоке считаем некоторую статистическую информацию. На основе освещенности можно построить различные гистограммы, посчитать там минимум, максимум и так далее. И вот поверх этого, поверх вот таких признаков, вычисленных на блоках, можно запустить сверточную сеть, которая, в сути, будет делать вам сегментацию на уровне этих вот отдельных блоков. Вот, второй подход — это более straight forward, это просто применить просто семантическую сегментацию, просто UNED, как бы классический, да, просто делать сначала down sampling, потом up sampling, и предсказывать карту, в каких пикселях у вас есть блики, в каких нет, да. Третий подход — это на самом деле тоже подход через семантическую сегментацию, но только в качестве метода использовался не UNED, а то, что называется сегментатор с CAN-модулем, да. CAN — это context-aggregation-модуль, который утилизирует идею использования сверток с dilation, то есть сверток, в которых есть некоторый параметр раздутия, насколько вы отодвигаете друг от друга различные пиксели, и вы в вашем context-модуле, грубо говоря, ставите подряд несколько вот таких вот сверток с увеличивающимся в два раза dilation-рейтом. Это вам позволяет захватывать маленьким количеством слоев большой receptive field. На самом деле, вот конкретно такой метод для документов мы первый раз обработали, мы применили для задачи поиска бар-кодов, и вот внизу приведена ссылка на статью, в которой мы описываем этот метод, там на самом деле удалось получить сотые результаты на открытых выборках по поиску бар-кодов, но в итоге мы подобную сеть стали применять для поиска различных сущностей в документе, и результаты были хорошие, да, то есть эта сеть работает неплохо вообще для задачи поиска чего угодно в документах. Вот, в частности, для бликов мы тоже попробовали эту сеть, там просто были чуть-чуть разные части feature extraction и context aggregation, там, ну, именно feature extraction чуть-чуть отличался, и по итоговым результатам сеть с кон-модулем, в общем-то, всех обогнала, да, то есть с одной стороны feature-based подход он не дотягивал до UNET-а, вот, ну, причин тому может быть масса, но UNET он, в принципе, непрактичен для применения особенно на мобильном устройстве, то есть UNET, он работает супер медленно даже на CPU вашей рабочей машины, не говоря о том, что он весит супермного для того, чтобы портировать его на мобилке, да, при этом сеть с кон-модулем, она работает еще быстрее feature-based, еще быстрее, чем UNET, быстрее, чем feature-based подход, при этом максимально с точки зрения F-меры, да, то есть это вот такой наиболее практичный подход. Ну и по выводам, да, по поиску бликов, значит, у нас лучше всего отработала сеть с кон-модулем, более того, эта сеть я бы посоветовал всем исследователям, которые работают в направлении поиска чего-то на документах, смотреть в сторону использования подобной архитектуры, потому что практика показывает, что эта сеть подходит и для поиска текста, она подходит и для поиска печати на документах, зачастую может подходить и спокойно заводиться для вот поиска бликов, для поиска бар-кодов, чего угодно, да, и UNET куда менее практичен с этой точки зрения, да, ну и, в общем-то, понятное дело, что продолжение подобных работ в определении пригодности к UCR-у это строить карту пригодности вне привязки к конкретно бликам, а вообще для чего угодно, да. Ну, на этом у меня все по содержательной части, у меня осталось пару рекламных слайдов, да, вот, ну, во-первых, да, как я уже вначале сказал, у нас в лаборатории пока никого нет, и вот сейчас у нас самое-самое время, когда мы набираем заинтересованных студентов и аспирантов, потому что если вас интересует тематика компьютер-вижена или тематика NLP, NLP мы тоже занимаемся в лаборатории, и вы умеете программировать и хотите заниматься машинным обучением, то присылайте ваше CV и мотивационное письмо, мы его обязательно рассмотрим и с вами свяжемся, вот. Если вы больше заинтересованы в стажировках или работе непосредственно в Абе, а не в Абе-Лаб, то адреса здесь тоже приведены, если вы больше хотите в сторону стажировки или просто работы программистом, например, да. У меня на этом все, спасибо. У нас вопросы сразу, да, вопросы. Мультискейлинг плюс легкая сетка или все-таки одна тяжелая сетка? Если прям задача максимизации качества. Задача влезть в ограничение времени в real time на мобильном. Я бы сказал то, что одна сетка все-таки, но вот с оптимальным балансом, да. То есть наши эксперименты, они показывают то, что вот применение мультискейла, оно обычно не дает. То есть мультискейл, он просто заставляет вам, грубо говоря, любую сетку запустить несколько раз. И чаще всего вам, да, лучше промасштабировать как-то сеть, которая у вас есть. Ну, вот наша практика показывает такие результаты. Я тоже, я бы сказал, одна сеть, да. Одна сеть с оптимальным балансом. Да. Используете ли вы еще какие-либо барьерные модели, да, вот на типу определения бликов? Ну, вот какие-то еще сущности сразу же смотрите? Ну, скажем так, вот это сейчас как раз направление, которое максимально исследуется. То есть блики — это то, что мы сделали, это первый шаг. Ну, понятно, следующий шаг — это любые искажения, оценивать просто карту пригодности Кусиара. То есть вообще в идеале хочется по картинке и по какой-то области уметь оценивать, сколько там будет ошибок Кусиара. То есть это вот святой грааль задачи пригодности, да. Но вот пока что мы умеем детектировать блики, дальше там следующие шаги включать как бы в выборку больше информации там о смазере, сфокусировке, шуме и так далее. То есть это в процессе. Спасибо. Чуть-чуть задержался. Собственно, добрый вечер. Меня зовут Василиев Илья, я представляю лабораторию машинного интеллекта. Я часть команды по Computer Vision. Ну и сегодня я буду рассказывать вам о нашем датасейте, который называется DI100. И мы, собственно, решали довольно похожую задачу про то, что рассказывал Алексей. Задача была следующая. У нас на вход есть некоторые изображения документа. В частности, это, как здесь показано, какой-нибудь чек может быть. И нам нужно распознать на нем текст, распознать, ну, найти его, распознать текст и распознать структуру текста. И, по сути, какой-нибудь файлик с иерархической структурой, например, от XML. Вот. Ну и, разумеется, у этой задачи есть две подзадачи. Это detects от текста на изображение распознаванию. Вот. К сожалению, у нас не было датасета тренингового, поэтому нам пришлось его найти. Мы посмотрели на те датасеты, которые существуют сейчас. Все те, это такие вот, как Coco Text, Street View, Synth Text. Но у них, они все нас немножко не устраивали. И основные проблемы были следующими. Они были либо недостаточно большие, вот. На некоторых из них не было фотографий документов. Вот, например, Street View Text — это все-таки изображение каких-то вывесок на улицах. В документах текст намного больше, он намного более плотный. Вот. Также в этих датасетах был только английский текст, а мы хотели работать также с русскими. И не было специальных символов. Ну и логичное решение, которое нам пришло, — это генерация данных. Вот. И здесь, собственно, сегодня буду рассказывать о том, что у нас получилось из этого, к чему мы пришли. Первые попытки были не слишком успешные. Поскольку мы хотим генерировать документы с иерархической структурой, логично пробовать генерировать какие-нибудь деревья, потом их рисовать, он получает что-то забавное, но не слишком похожее на реальность. Вот. И в конечном итоге мы пришли к следующему. Мы решили воспользоваться одним замечательным форматом, который называется PDF. И у PDF есть несколько особенностей. В частности, PDF — это такой формат, который одинаково отображается на любых устройствах. На бильных устройствах, планшетах, компьютерах, неважно. И там есть очень жесткая привязка объектов к положению на странице. В частности, можно точно понять координаты слов, координаты букв. И также можно с помощью утилит, найденных в открытом доступе, научиться разделить PDF на текст, картинки, таблицы какие-то. Вот. Естественно, первое, что мы делали, это мы разделили PDF-ки на слои. Мы выделили… Мы нашли все боксы со словами и буквами, сохранив вот эту вот иерархию. Мы получили исходную маску текста и получили отдельные изображения, которые были на этом тексте, ну, на этой странице PDF. Далее с помощью нашего генератора мы собираем все эти слои вместе и аугментируем их, как именно я скажу чуть позднее. Вот. И на выходе, соответственно, мы получаем вот искаженное изображение, представленное слева вверху маску текста. Также мы использовали при аугментации добавление некоторых печати, соответственно, мы получаем маску печати и замечательный JSON-чик с координатами всех боксов, которые есть на изображении. Вот. Ну, и отсюда следуют возможные применения нашего датасета. Это детекция текста, распознавание текста на изображениях, детекция печати и бенализация текста. Дальше пару слов о том, как именно мы аугментировали изображение. Аугментацию можно разделить на два больших подкласса. Это геометрические изменения и изменения, которые портят изображение, тем не менее не изменяя ground-truth на нем. Вот. И геометрические это, соответственно, расширение документа некоторым фоном и преобразование перспективам. Для порчи изображения мы добавляли градиенты цвета, добавляли всякие возможные блики, блюры, делали рескейлинг. Это изменение качества в одну сторону и в другую, чтобы моделировать ситуацию, когда мы фотографируем на плохой телефон. Добавляли шумов, печати, разумеется, ну и сохраняли маску печатей. Вот. И еще мы применяли такой прием, как текстурирование, который, как оказалось, довольно полезный. Суть его в следующем. Мы не только добавляем фон какой-то в качестве бэкграунда на нашу страницу, мы также можем немножко наложить картинку на сам белый лист. И поскольку у нас есть маски исходного текста, мы можем эти маски использовать как альфа-канал и наложить текстуру еще на сам текст. И получается, что наши буквы, они не строго черные, они там немного изменяемого цвета. Ну и это дает прирост к качеству. Вот. Ресурсы, которые мы использовали при генерации, это было 6,5 тысяч уникальных страниц документов из 33 PDF-файлов. Вот. Они все в открытом доступе. Также у нас было 5,5 тысяч бэкграундов и 99 печатей. Вот здесь представлен график того, где находится наш датасет DDI-100 по отношению с остальными. Зеленый ромбик — это финальная версия DDI-100, а зеленый крестик — это количество оригинальных документов. Соответственно, по осям — это количество слов, которые всего включены в датасет, а по вертикали — это количество изображений в нем. Но, собственно, отсюда и название 100, поскольку в нем порядка 100 тысяч изображений. Дальше. Разумеется, мы хотим проверить, что мы генерируем что-то осмысленное, что можно применять в реальности, поэтому мы задались таким вопросом, как валидация. И для валидации мы построили отдельный датасет, который назвали Real DDI. Мы выбрали из нашей коллекции порядка 100 страниц, нафоткали их на различные камеры телефонов и полуавтоматически разметили. Также мы сделали вот на Real DDI тренд и сплит порядка 80 на 20, и потом будет понятно, зачем именно. Вот. Эксперименты, результаты. Сначала расскажу вам о text detection в нашем датасете. И мы провели три основные архитектуры. Это UNED и AST и CTPN. И AST и CTPN использовались в их оригинальной форме, то есть мы недообучали их на нашем датасете. UNED – это архитектура, о которой расскажет мой коллега Володя подробнее. И он обучался на DDI 100. Соответственно, тестировали. Здесь представлен график. Это Precision Recall и F-мера на трех датасетах. FANSD, Real DDI и DDI 100. Ну и понятно… Зеленым отмечено на лучший показатель F-меры по столбцам. Соответственно, UNED, который обучался на DDI 100, показывает наилучшие результаты. Далее эксперименты OCR. В качестве основной архитектуры мы использовали Neural Machine Translation. И две метрики – это полное совпадение слов и нормализованное расстояние Львинштейна. Здесь представлено обучение, когда мы обучали модель на различных датасетах и валидировались на соответствующих. Вот. Ну, достаточно логично, что при обучении на датасете на нем же получается лучший результат. Ну, дальше мы решили провести еще один эксперимент. Мы решили дообучать модель, обученную на основной части DDI 100. Вот. И результаты следующие. То есть нам первые две строчки – это модели, обученные на DDI 100 и дообученные на соответствующих датасетах. Да, у них… А последняя строчка – это когда мы на датасете обучались, на нем же валидировались. И видно, что дообучение дает в итоге лучший результат, что нас определенно порадовало. Вот, ну, и здесь представлены некоторые числа. При случайной инициализации и полностью обучении на соответствующем датасете нужно порядка 15 тысяч шагов, а для дообучения требуется всего 600 тысяч. Ой, 600. И кажется, что это может быть уже полезно для применения на практике. Вот, итоги. Мы получили отличный датасет, который можно применять для Text Detection, OCR, бенализации текста и поиска печати на изображениях. И дообучение, после обучения на нем, позволяет достичь State of the Arts решений. Также мы планируем улучшать его в будущем. Это добавлять различную, еще дополнительную аугментацию изображений, увеличить количество оригинальных изображений и добавлять нелинейные трансформации. На самом деле, нелинейные трансформации это не так сложно применять, но есть проблема боксов, которая связана с тем, что при действительно заметных искажениях мы не можем быть уверены, что боксы остаются прямоугольниками, так скажем, они могут ломаться как-то или захватывать соседние слова. В общем и целом это все. Спасибо за внимание. Если вам интересно, можно зайти на наш GitHub-репозиторий, подробнее почитать и скачать датасет. Добрый вечер. Меня зовут Владимир Дахалян. Я работник лаборатории машинного интеллекта МФТИ. И сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как мы решали задачу детекции и бинаризации текста на документах. Как я уже сказал, перед нами стояло две задачи. Первая — это детектирование текста. То есть для каждого слова на фотографии документа нужно было найти соответствующий ему бокс. И вторая задача — это бинаризация. То есть выходом ее является бинарная маска, где каждый пиксель равняется единичке, если это текст, и ноль, если это фон. Мы использовали следующие датасеты. Это DDI 100, про который рассказывал мой коллега. Небольшая выборка реальных документов, которые мы сами разметили. Рео-DDI, а также датасет FAN-SD. Он представляет из себя сканы различных документов. Пример вы можете видеть на этом слайде. Вместо того, чтобы непосредственно детектировать текст на документах, мы решили его сегментировать. То есть на вход нейронной сети поступает одноканальное серое изображение, а в качестве ground truth используется маска бинарная, где единичка, если у нас пиксель принадлежит боксу, и ноль, если это фон. Выход нейронной сети — это также есть бинарная маска, и после этого мы ее обрабатываем и извлекаем из нее боксы. В качестве модели мы использовали юнотоподобную архитектуру, которая представляет из себя последовательность блоков энкодера и декодера. В энкодерах изображение сжимается благодаря макс-пуллингам, а в энкодерах, наоборот, сжимается благодаря абсэмплингам. При этом у нас есть skip connection между соответствующими блоками энкодера и декодера. В выход нейронной сети есть маска, и ее необходимо как-то обработать. Во-первых, надо из нее удалить шум. И для этого мы использовали эрозию и дивотацию. После этого мы выделяли компонентные связности на маске, и каждый из этих компонент мы аппроксимировали боксом, прямоугольником. Это и был наш ответ. На данном слайде вы можете видеть результаты работы нашего текст-детектора. Слева пример из DDI100, и справа пример из RealDDI. Вы можете заметить, что, кроме того, кроме решения обычной задачи, наш юнет научился игнорировать печати и подписи и тому подобное. В качестве метрики мы использовали типичные для object detection задачи метрики. Это precision, recall и f-score. Мы считали, что бокс найден, если соответствующий ему RU-score превышает некоторый порог. Обычно в таких задачах используется порог 0.5 или 0.7, но в нашей задаче он должен быть несколько больше, так как потеря даже одного символа в слове делает его распознавание абсолютно невозможным. Из-за этого мы использовали порог 0.8. Но также можно сказать, что эта метрика не лишена недостатков, вследствие того, что когда у нас очень большие слова, у нас может быть такой случай, когда буква потеряна, но при этом RU-score очень высокий. К примеру, можете видеть справа внизу. Для того, чтобы сравнить нашу модель, мы использовали другие открытые решения. Это EAST и FasterCNN на основе ResNet 50. Мы, как я уже сказал, использовали три датасета. Каждая модель обучалась на каждом из датасетов и тестировалась на нем же. Здесь представлены результаты. Precision, Recall и F-score показаны. Выделены максимум по F-score для каждого из датасетов. Можно заметить, что наше решение показало лучшее качество как на датасете DDI, так и на DDI-REAL. На датасете FANSD лучшее качество показал ResNet RCNN. Мы связываем это с тем, что, во-первых, в этом датасете очень разграженный текст. Он немного специфичный. Также там большое количество различных артефактов, так, например, как подписи или рукописные буквы, которые занимают очень большой размер. И поэтому они плохо сегментируются. Для задач бинаризации также можно использовать UNET, но мы решили решать и задавать задачи одновременно. И для этого мы предложили следующую архитектуру. У нас один энкодер-блок и две ветки декодера. Один из них решает задачу поиска боксов, а другой решает задачу именно бинаризации текста. Лосс этой модели — это был суммарный лосс по обоим из ее выходов. Здесь представлен результат работы. Слева — это оригинальная фотография. В центре — это боксы, которые были найдены. И справа — это у нас бинарная маска, которая получилась у нас. Мы могли тестировать нашу гибридную модель только на датасете REA-DDI100, так как только в нем были бинарные маски. Мы сравнивали его по каждой из задач с соответствующим UNET, который был на ней обучен. И вы можете заметить, что наш гибрид дает примерно такое же качество, как каждый из UNET по отдельности, но при этом в нем полтора раза меньше параметров, чем в этих двух UNET в сумме. Более подробно вы можете увидеть в нашей статье. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. А вот венализация обычными компьютерными алгоритмами типа OTSU, она всегда хуже? Да, настолько, что мы не стали включать ее в статью. Так, да. А в чем была проблема с венализацией рукописного текста? Вам нужно было сказать, что это не включается? Проблема в том, что, допустим, там была подпись, которая занимала ну прям очень большой бокс, неестественно большой. То есть сама разметка, вот есть, допустим, подпись, и бокс для нее был значительно больше, чем сама подпись. А с гибридизацией в чем проблема? Бинаризация на FANSD, ее там нет разметки. На FANSD есть только боксы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова